Одни из них погибли в бою, другие не были достроены, третьи стоят на вечной стоянке, и сражения им только снятся. Но теперь они получат вторую жизнь. Мы воссоздаем корабли по историческим чертежам и отправляем их в бой. World of Warships. Сухой док. Высокая скорость и мощная артиллерия главного калибра. Таким должен был стать первый итальянский тяжёлый крейсер, спроектированный в рамках условий договора по ограничению морских вооружений. Вашингтонское морское соглашение 1922 года установило для крейсеров максимальное стандартное водоизмещение в 10 000 тонн и калибр артиллерии в 203 мм. А разумеется, все великие державы немедленно принялись за создание новых кораблей с характеристиками именно по этому самому верхнему разрешённому пределу. Так, во Франции, спустя лишь несколько месяцев после подписания договора, было выдано задание на проектирование первых двух таких крейсеров типа «Дюкень». Поскольку же после Первой мировой войны именно французский флот стал основным вероятным противником итальянского, с «Опенин» последовал немедленный ответ. Созданием собственного Вашингтонского крейсера занялся комитет по проектам боевых кораблей морского министерства Италии. При договорном водоизмещении в 10 000 тонн корабль должен был нести вооружение из 8 203-мм орудий и развивать 35-узловую скорость, большую, чем у французских конкурентов. По этому корпусу придали хорошие обводы и большое удлинение. Корабль вышел одним из самых длинных в итальянском флоте вообще. Проект учитывал развитие авиации. Предполагались 102-мм универсальная вспомогательная артиллерия и оборудование для гидросамолётов. Хорошие условия видимости на Средиземном море и скорость позволяли вести бой на дальней дистанции, поэтому бронирование не было приоритетом. Тем не менее, предусматривались 70-мм броневой пояс по всей длине цитадели и 50-мм палуба. Лучше, чем у новых французских крейсеров. Предварительный проект корабля был разработан комитетом к апрелю 1923 года. После рассмотрения в министерстве работа продолжилась, что в итоге привело к закладке тяжёлых крейсеров типа «Трэнто». А их прообраз, первоначальный проект 1923 года, воплотился в World of Warships в итальянском премиумном крейсере 5-го уровня «Дженова». Субтитры создавал DimaTorzok